Дамы и господа, здравствуйте. Это иначе как удача не назвать. Нам выдалась возможность пообщаться с легендарным футболистом, многолетний капитан и лидер лондонского Челси Деннис Уайс. Деннис, здравствуйте. Легенда, который чистил бутсы сам Джон Терри, это легенда, она правдива? Да, Джон чистил мои бутсы, когда был еще зеленым. Я удачно играл в бутсах, которые готовил для меня Терри. Мы выигрывали матчи за матчами, трофеи. Будучи молодым, он уже показал, что является большим талантом, ну а потом стал великим футболистом. Но при этом не стеснялся тогда в юности чистить мне бутсы. Он провел большую работу над собой и стал легендой. Он чистил вам бутсы и в итоге стал капитаном Челси. Возможно, что вот теперь кто-то из молодых футболистов Челси использует это, чтобы тоже потом стать капитаном, чистит бутсы теперь уже Терри. Мне кажется, это очень мило, если кто-то чистит ему бутсы сейчас. Но вряд ли кто-то может делать это лучше, чем он тогда мне. Мы все, когда были маленькими, чистили бутсы более известным футболистам. Это нас только закаляло. Сегодня тысячи дней до Чемпионата мира в России. Чего вы ждете от этого турнира? С точки зрения англичан могу сказать, что это очень важно для России. Это новое место для Чемпионата мира. И все, что делается для Чемпионата, очень полезно для вас, для вашей сборной. Сейчас же шансы вашей команды на победу на Чемпионате мира малы. Уж извините за откровенность. Вы знаете кого-нибудь из российских футболистов? Кого я знаю? Аршавин, Кончельский, современные игроки. Сейчас нет таких ярких футболистов, как эти двое. Вам следует развивать молодежь, но для этого нужно время. Чтобы эти игроки выросли, доросли до уровня клубов типа Челси. Сейчас им чего-то не хватает для этого. Когда вы работали в Нью-Касселе, по сообщениям прессы, вы хотели приобрести Андрея Аршавина. Это правда? Нет, это не правда. Он даже не был в списке. У нас были другие задачи. Аршавин не подходил под наши критерии. В конце концов, он слишком много стоил. Вернемся к вашей карьере. Вы были довольно жестким игроком. И сейчас футбол стал таким. Футболисты по пять раз проверяют прическу перед выходом на поле. Как вы к этому относитесь? Думаю, это неплохо, когда футболисты выглядят хорошо. Вы ведь тоже перед выходом из дома старались на своей прическе. Это не проблема. Таков современный мир. Когда ты выглядишь хорошо, ты чувствуешь себя лучше, играешь лучше. Заботиться о себе – это правильно. Просто футбол меняется. В конце концов, я даже сам сменил прическу. А вы не жалите о том, что в ваше время не было твиттера? Вы могли стать более популярными? Нет, потому что, мне кажется, это пустая трата времени. Твиттер, Инстаграм. Когда мы играли в Уимблдоне, меня знал каждый человек. Мне тогда не нужен был твиттер. Вы могли спросить любого. Каждый знал, кто я. Деннис, с вами связано очень много историй, легенд, если угодно. Стивен Джерард однажды в матче Ливерпуль-Челси сделал клубы-паткар против вас. И потом вы схватили его за горло, и потом предстоял матч сборной. То есть вы должны были встретиться, и Стиви Джи боялся, что вы можете накинуться на него. А в итоге подошли, поздоровались с ним, просто пожали ему руку. Была мысль все-таки врезать Джерарда? Нет, нет, нет. И мысли не было. Робби Фаулер и Стив Макманаман запугивали Джерарда. Говорили, ты едешь на сборы национальной команды, там же будет и Деннис. Ты уверен, что хочешь туда? Да, они просто подшучивали, я не собирался бить Стивена. А у вас сейчас есть любимый футболист? Ну, кроме вашего сына, который в Академии Арсенала. В Челси мне нравится Азар, это выдающийся футболист. Кто еще? Уэйн Руни, один из лучших сейчас. Если из тех, кто не в английской премьер-лиге, я скажу Леонель Месси. Была игра однажды с Донсом, и вы подошли к Олдриджу и сказали ему, ставлю 100 фунтов, что ты не забьешь. В итоге он не забил. Сколько вы так денег заработали? А еще была история с Эриком Кантона. Я сказал ему, что он промахнется, и он предложил поспорить на сотню. Я сказал, окей, и он забил. Потом я передал ему сотню фунтов через кого-то в раздевалке. А сейчас играем с Деннисом Уайзом в FIFA. Я за Спартак, он за ЦСКА, он сам выбрал команды. Деннис, а вы сами любите компьютерные игры? Вообще, такие турниры, они нужны, они сплачивают людей. Это правильно. Но в основном в компьютерные игры у меня играют дети. Сейчас с вами я играю во второй раз в жизни. Почему вы не выбрали Челси? Ну как, чтобы не проигрывать за любимую команду?